Всем привет, ребята! Мы сейчас будем кушать. Это непонятно, то ли завтрак, то ли обед уже у нас. Пока мы с Каролиной умывались, Серж уже приготовил нам здесь все. В общем, будем теперь кушать. А ты что? Как ты себя чувствуешь? Каролине сегодня намного лучше. Всем привет, ребята! Я сейчас пошла искупалась, помыла голову. В общем, сейчас мы с Сержем хотели начать разбирать все-таки коморку. Хотели разобрать ее сегодня, выбросить все ненужное. Посмотрим, будем ли мы делать это все вместе с вами, то есть на камеру будем снимать, либо же просто приберемся, уже результат покажем. Возможно, вечером мы еще сходим прогуляемся здесь, просто воздухом подышим, ужин приготовим, может быть, если будет желание на то. А так сегодня полностью такое настроение, чтобы отдыхать. Но все равно время с пользой нужно провести, хотя бы коморку разберем. Потому что игрушки Каролинины мы вчера все туда сложили, а теперь хочется их всех как-то, я не знаю, рассортировать. Все, что уже чем она не играет, все выбросить. Все, мы все-таки решились. Долго не хотели, глаза боялись. Мы полежали полчасика, и теперь хотим здесь все разобрать. Вы видите, да? Мы вчера убирали, и все просто тупо сюда свалили. Хотим сейчас все это теперь разбирать. Все, погнали. Мы опять достали ту игрушку, из-за которой чертик становится бешеный. Даже без перышек он уже сразу. Смотрите, какой. В общем, мы сюда все вывалили. Смотрите, сколько вещей было в этой коморке. Это еще не все. То есть там еще мои ногтевые штучки, и на полу еще много чего. Вот, уборка продолжается у нас. Вот как выглядит полупустая коморка. Здесь полки у нас вплоть до самого потолка. Сверху мы решили положить два электроматраса, которыми сейчас не пользуемся, и несезонные одеяла. Сейчас будем забивать эти остальные полочки. На штангу обычно я вешала зимнюю одежду в чехлах для одежды. Но сейчас всю эту зимнюю одежду мы вытащили, поэтому, не знаю, может быть, какие-то летние платья на плечики сюда повешу, в чехол, и пусть здесь они висят. Ко мне еще должен был органайзер прийти, но пока не пришел. Стенки сбоку у меня висит кофр. Ну и какие-то хозяйственные штучки, там стяжки, бахилы, веревка, в общем, резинки всякие, такие зонтик висит. А вот эти две нижние полки, это мои полки для маникюра. В общем, все здесь абсолютно лежит. Я их тоже буду разбирать. У нас внизу здесь коробки, в которых лежит какая-то тоже, я не знаю, то ли мелочь, то ли обувь. Нужно будет уже сейчас разобрать это все. Вот. В общем, наша коморочка выглядит вот так вот. Мы сделали приборочку, и вот сколько у нас мусора вышло. Здесь Каролинины игрушки мы перебрали, здесь половина ее игрушек, остальное тоже все, в общем, ненужный хлам там, который мы нашли. И внутри у нас теперь, да, я понимаю, что выглядит все это не, скажем так, не так идеально, но тем не менее, все мы перебрали, и все лежит на своих местах, по крайней мере. Разобрали полностью, привели в порядок пароиспаритель, потому что им не могли пользоваться. То насадки там лежали, то здесь лежали, теперь вот все в одном месте, и сможем теперь им спокойно пользоваться в любое время. Я достала свою курточку, которая зимняя, вот теперь буду ее носить. Очень крутая. А я хотела еще сейчас все здесь перебрать. В общем, смотрите, какая вещь у нас здесь есть. Это ее дневник из садика. Когда она ходила в Корее в садик, нам ввели такой дневник, и здесь полностью написано, сколько раз она ела, какое было у нее настроение в течение дня, сколько раз ходила по маленькому, по большому, в туалет, что они делали в течение дня, как она общалась, что, в общем, делала в садике сама по себе, и чему она научилась. Какие у них были предметы, английский, не английский. Все здесь нам писали, и каждый день мы это могли видеть. То есть нам даже не обязательно было спрашивать у воспитателей, чем она занималась, и как все прошло, сколько раз она там поела, хорошо ли или плохо. И здесь всякие обучающие тетрадки ее тоже, которые она использовала в садике. Нам просто это все дали, мы решили это привезти, потому что решили, что оставим это все на память. Вот, сейчас хочу все это собрать и убрать. Вот она, видите, делала здесь всякие аппликации разные. Это на память оставим. Мы решили выбросить чемодан, который был Сержем еще до нашего с ним знакомства. Сколько лет ему уже? Лет, наверное, 8. На тот момент уже, получается, ему было несколько лет. Вот, и он все это время с нами был. Он сначала был, естественно, в нормальном виде, потом в прошлом году у нас сломалась эта ручка, та ручка, и мы все его хранили, не знаю для чего. Здесь сначала архив лежал, наши фотографии все детские. И вот сейчас мы решили, что нам не нужен все, мы его выбросим. К тому же у нас есть другой чемодан, и если нужно будет, мы купим еще другие. В общем, очень классный чемодан, удобный. Керри! Все, выбросим этот чемодан в конец. Я этому очень рада. А ты не сожалеешь? Да нет, хорошо послужил. Сколько лет? Серьезно? Тебе же многое что связывает. Давай посмотри там все и выбросим. Керри, ну-ка, стань. Все, мы прибрались, я пошла расчесалась, и села краситься. Мы сейчас решили поехать куда-нибудь погулять. Вот, я решила накрасить брови, правда, не знаю, карандашом накрасила, который мне сейчас не подходит. Но настроение появилось на брови. Не знаю, буду ли я полностью краситься и делать макияж, как бы уже полшестого вечера, и не особо охота. Может быть, сейчас перекусим дома, и потом поедем. Вот, посмотрим. Расчесалась, не стала ни выпрямлять волосы, ни как-то их укладывать, просто расческой. В общем, причесала волосы. Поедем, погуляем, посмотрим. Не знаю, может быть, пойдем... Сначала вообще изначально мы хотели по улице, просто прогуляться свежим воздухом, подышать. Вот, я говорю, поехали купим тебе брюки, прогуляемся до торгового центра. Вот, так что посмотрим. Либо же съездим в торговый центр, погуляем за джинсами, либо же все-таки пойдем подышим воздухом. Собрались, едем теперь в торговый центр. Мы решили поехать в Мегу-Белую дачу, потому что там, в принципе, есть и детские магазины. И Сергей сказал, что сегодня в настроении покупать все штаны, поэтому мы поедем, посмотрим Каролине сапожки уже зимние, чтобы снег нас не застал расплохать. Потом, как угорелые не мотаться, накрасила я свой блеск уже в другом цвете, в новом, ягодный. И он не подходит. Ну, хотя он так-то нормально смотрится под определенный образ. Сейчас Каролина там сзади сидит, я сижу спереди, надела свою куртку черную, не хотела кутаться. Сеш говорит, что все равно холодно, заставила, в общем, одеться, хотя сам не укутанный. Сам в футболке и надел легкую куртку, а мне пришлось надеть зимнюю куртку, у меня еще здесь внизу свитер. Вот, а я вообще терпеть так не могу, мне сразу становится плохо, душно, и вообще у меня паническая атака начинается, когда все, нам немного слоев, тяжело плечам становится. В общем, короче, мы сейчас едем в Мегу-Белую дачу. Время 7 часов, и я думаю, что мы там погуляем немножко, если силы останутся, то еще по Икеа прогуляемся, посмотрим, что нового есть там. Мы приехали, Каролина в машине чуть не уснула, но не уснула, это хорошо. Мы сейчас в первую очередь зайдем в Ичиндем, посмотрим там, я хотела куртку еще поглядеть себе, посмотрим, что у вас еще нового есть. На улице 4 градуса, в принципе, не очень холодно. Выходим из Ичиндема, в общем, посмотрели, там, в принципе, нет ничего интересного. Че ты хочешь, Керри? На руки хочет опять. Каролина у нас, когда болеет, она всегда на руках. Ну и Сеш не против обычно, потому что говорит, скоро вырастет и вообще не сможет ее носить. Каролина решила поиграть на площадочке, а Сеш пошел наши куртки относить, потому что здесь очень жарко. Там очередь. Сеш пошел за водой, хочет пить. И я, в принципе, тоже. Как обычно, идем по переходу. Детские магазинчики. Побегала, набегалась. Сеш уже пошел, сдал наши курточки. Вот, на улице темно-темно. Наигралась? Нет. Нет. Смотри, какой прикольный магазин. Далеко, только не убегай от нас. Мы зашли, посмотрели в фроксах, и нам не особо понравились они. Сейчас хотели пойти поискать эко-кидс, но не можем найти их. Так что мы еще хотели зайти в декатлон. Выбираем сейчас с Каролиной костюмчик. Вот. Мы обувь уже, в принципе, выбрали. Теперь решили взять ей костюмчик, чтобы она каталась на горках, в общем, по снегу играла. Я не хотела такой брать, но понимаешь, что все равно нужно, потому что я не люблю вот такие вот, как капуста она получается. А там просто брючки такие водонепроницаемые, точнее, водоотталкивающие. А просто в джинсиках все равно она не сможет зимой играться. А где больно? Ну, потому что, да, ты потому что еще не привыкла. Ты как капуста, видишь? Вот, решили такие взять. И обувь мы уже взяли, выбрали. Здесь оно у нас лежит. Их уже дома покажем, ботиночки. Давай, встань. А может, сразу с ботинками надо померить? Давай, сейчас с ботинками померим. Мы только что вышли из детского мира, накупили кучу вещей Каролине. Вот, и мы выдохлись абсолютно. У меня вообще нет сил. У Каролины тоже сил нет. Она говорит, я хочу развлекаться. Есть? А Серж вообще говорит, у него голова уже закружилась, болит. Мы еще хотели немножечко погулять и потом уже поехать домой, потому что время уже позднее. Сколько уже приблизительно часов? Сейчас я гляну, смотрю. Достаточно поздно. Уже 10 часов. То есть, начало 11-го, как раз приедем, уже можно было и сразу лечь спать. Народу уже мало становится, потому что поздно. Вот одни из ботиночек, которые мы решили в Каролине взять. Такие они. Их можно, в принципе, будет и под какие-нибудь платья с колготками надеть. Не только с джинсиками. А тебе понравились, Керри, ботинки, да, с бабочкой? Все, ладно. Такие ботиночки. Ага, пойдем. Че, ты подушки нашла? Пойдем, они пыльные. Берем. Ой, как хорошо на улице. Да. У нас машина недалеко стоит. Здесь. Рядом прям. Идете? Что ты еще хочешь? Все тебе мало. На шарик? Опа. Все, пойдемте. Мне, в принципе, дома ничего делать уже не нужно. Сегодня мы хорошо провели время. Убрались. Купили Каролине одежду и обувь. Хоть и не планировали, но все равно хорошо, что взяли. Пойдем, ты че? Давай, садись. Сели в машину, и Серж говорит, может быть, за пончиками заедем. Говорит, что-то сладкое хочется. Какие ты хочешь? Обычные пончики или хочешь Данки? Нет. Смена? Нет. Ну, вот. Данки не хочешь, короче, да? Да, ясно. В общем, поедем тогда за пончиками. Мне, знаете, понравилось последнее обновление айфона. То есть, когда смотришь фильмы, теперь можно будет перематывать на 15 секунд влево и вправо. До этого, если, например, мне этой функции как раз-таки не хватало, когда я смотрела там фильмы или сериалы, то теперь она есть. Я очень довольна этим. Вот. И хотел еще вам рассказать. В общем, сегодня Серж, пока мы с Каролиной утром спали, он ходил бегать. И вот с утра, когда он возвращался домой, он встретил в лифте нашего соседа снизу, про которого я вам рассказывала, да? Он Сержу говорит, вы что, говорит, вчера типа вечером решили дом пропылесосить? И Сергей говорит ему, ну да, говорит, а что? Да нет, ничего. Да ему какое дело? Хоть пылесосим и хоть что мы делаем? Люди такие непонятные. Знаете, вот у себя в глазу бревна не видят. Говорю же, когда его сыночек, там 16-летний, устраивает вписку на хате, значит нормально, никто ничего не говорит. А нам, значит, из-за того, что до этого, я вам рассказывала, он же грозился еще и милицию вызвать, полицию. Я ему и сказала, давайте, говорю, вызывайте, пусть замеряет уровень шума, говорю, потому что просто так, говорю, вы просто гоните. Но я как бы не заводилась, потому что, ну это бред какой-то. Ну да, пылесосили, что и как он вообще определил, что мы пылесосим? Там звук у нас в доме не такой, чтобы определить, люди пылесосят или что они там делают. Максим, может, какие-то там удары услышать или же кто-то там что-то уронил, наоборот. Ты что можешь сказать на этот счет? Да, скажем так. Серж мне всегда говорит, что я люблю слишком остро реагировать. Ну а как не реагировать, с одной стороны, потому что все это все равно на меня попадает, потому что Серж в основном на работе, а когда они приходят к нам, стучатся там или звонят в дверь, то всегда, получается, я встречаю их. Каролина интересуется, говорит, почему, говорит, сзади такой высокий, говорит, каблук. Не знает, как это называется, я ей сейчас объяснила, что это такое. Только ты сейчас заметила, да, это? Мы приехали за пончиками. Ты какие возьмешь? Свареной с гучонкой? Ну давай, бери, поехали. Отлично. Пойдем, Керри. На выход, на кассу, да. Каждому по две. Я вообще только один буду. Я вообще не хотела пончики, когда-то в свое время уже объелась. В общем, короче, мы сейчас на парковке. Ты можешь... Мы на парковке, короче, сели в машину, и к нам парнишка подошел и начал фары на машине мыть. И Серж ему говорит, ну, типа, не надо было, он говорит, я денег зарабатываю, говорит, ну, типа, мелочи, если будет. Ну, мы ему, конечно, денег дали. Просто приятно то, что пацан не выпрашивает, там ходят деньги, видно, что такой нормальный парень зарабатывать решил таким способом. Часто на светофорах, ну, не знаю, в других городах я не встречала, но вот в Москве очень часто на светофорах молодежь зарабатывает таким образом деньги. То есть они не ходят, не, я не знаю, по карману там не щемятся, а именно вот зарабатывают так деньги. Ну, не знаю, мне кажется, что это круто. Молодцы. Мы уже дома, и сейчас хотим попить чай, а потом уже пойти отдыхать. В общем, будем пить чай с пончиками, с лимоном, и я еще хочу халвы. Я в прошлый раз ее покупала, выложила, и буду теперь вместе пить чай. В общем, короче, пончиков сейчас наедимся на ночь, как обычно, всякой гадости, да. И чертик здесь вместе с нами. А Гром где-то там лазит. Не знаю, где он, только что здесь лазил. Елена Сананова, я передаю тебе привет, да? Кому? Ты чего? Кого ты это придумываешь? Передай привет Веронике Витькиной. Вероничке Витькиной. Я передаю тебе привет. Женя спортивная. Женя спортивная, я передаю тебе привет. А Элита Эшатова. Элита Эшатова, я передаю. Каролина уже сейчас собирается спать, сейчас она будет рассасывать таблеточку свою от боли в горле, от кашля. И уже мы будем ложиться отдыхать. Если вы куда-то идете, мне обязательно объясните, я тоже туда пойду, куда вы пошли. А зачем тебе туда идти, куда пошли все? Хочу. Хочешь? Если вам понравился этот лок, то обязательно поставьте пальчик вверх. И не дали там все. Подписывайтесь на наш канал, мы с вами увидимся уже завтра. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова